Привет! В ходе этого видео мы создадим дизайн для всплывающего окна регистрации в приложении. А перед началом видео я хочу порекомендовать вам сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания, готовые материалы и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте в описании к этому видео. При нажатии на кнопку зарегистрироваться у нас будет появляться всплывающее окно, в котором будут различные поля, например, имейл, пароль, имя и телефон. И, соответственно, когда пользователь все вводит эти поля, нажимает зарегистрироваться, данные попадают в базу данных, ну и, соответственно, пользователь зарегистрирован. После этого он может уже входить в приложение, то есть нажимать на кнопку войти и уже авторизовываться. Итак, чтобы сделать вот это вот всплывающее окошко, нам необходимо подключить одну дополнительную библиотеку. Подключать ее необходимо в Build Grandal, то есть там, где мы подключаем все наши библиотеки. Тут же мы и подключим ее в нашу дополнительную новую библиотеку. И эта библиотека, она называется CardView. Соответственно, чтобы ее подключить, мы с вами используем com.android, далее support, и здесь мы прописываем такую вещь, как CardView, и единственное, необходимо указать ее версию. Версия 7, пускай будет. Ну и здесь 28+. Окей. Теперь нажимаем Sync Now, синхронизировать это все с нашим проектом, и дожидаемся конца синхронизации. Все готово, и теперь создадим новый layout-файл. Внутри этого layout-файла мы с вами создадим дизайн для вот этого всплывающего окошка. Соответственно, все layout-файлы необходимо размещать в папочке Resources, и дальше в папочке Layout. Здесь мы нажимаем New, Layout Resource File, называем его, например, как Register Window. Пускай, например, у него будет такое название. Окей. Вот оно и добавлено. Нижнюю панельку давайте закроем, чтобы она нам не мешала, и перейдем в текстовый вариант редактирования. Здесь нам необходимо поменять тип слоя. Сейчас у нас здесь используется Constraint Layout, но нам необходимо с вами использовать такую вещь, как CardView. То есть нашу как раз библиотеку, которую мы с вами подключали. Соответственно, это Widget CardView. Вот эту вот библиотеку мы здесь подключили. Теперь это у нас основной слой. И благодаря этому слою, то, что мы подключили именно CardView, у нас вот это вот окошко, которое мы сейчас будем с вами проектировать, оно уже сможет размещаться поверх других окон, что нам как раз и нужно. Единственное, что здесь необходимо подобавлять кое-какие дополнительные вещи. Давайте, во-первых, это все раскидаем на несколько строчек. И смотрите, во-первых, первую строку мы с вами оставляем, но также дополнительно необходимо здесь прописать еще XML App. Вот такую вот вещь. И указать здесь, что мы обращаемся к немножко другому адресу. Это res auto. Ну, это, в принципе, классическая вещь. В документации об этом написано, что необходимо подключать еще такую вот вещичку, такой вот атрибут. По поводу ширины, а также высоты, мы оставим как match parent. Единственное, что мы здесь добавим, так это такую вещь, как app. Вот для этого и необходимо было подключать app, чтобы мы могли обращаться к атрибуту app. Вот, мы обращаемся к app, cardElevation, и указываем как 10dp. Объяснить, что такое cardElevation, проще на примере. Смотрите, вот у нас есть официальная документация, и здесь приведена красивая гифка. У нас есть приложение, на котором есть несколько объектов, и у всех этих объектов слой указан, например, как 1dp. Далее, чтобы расположить какой-либо объект над другими слоями, нам необходимо cardElevation, то есть, по сути, вот эти вот dp, увеличить их значение. Таким образом, если мы устанавливаем, что вот у нас здесь cardElevation равно 10dp, то это означает, что мы будем отображать данный блок на слое с уровнем 10dp. То есть, вот этот вот наш первый слой, вот этот вот весь слой, он отображается на уровне 1dp. А наш registerWindow, оно будет отображаться на уровне 10dp. То есть, это означает то, что данный слой всегда будет отображаться поверх нашего первого слоя. Вот. И, по сути, для этого и существует cardElevation. Если у нас будет много блоков, которые должны логично между собой, ну, как бы, контактировать, то есть, например, у нас есть какие-то выезжающие блоки, есть блок, который вот сбоку выезжает, и так дальше, то мы можем указать несколько вот таких вот типов слоев. Например, блок, который просто заезжает при нажатии на кнопку, у него там будет 5dp. Блок, который выезжает сбоку, у него там будет 50dp, потому что нам всегда надо, чтобы он был поверх всего остального. Блок там уведомлений, у него там, например, 20dp и так дальше. То есть, это просто указание слоев. Окей, это было такое небольшое отступление, но зато, надеюсь, я хорошо объяснил, что такое cardElevation. Это, по сути, вот просто вот слои. Теперь здесь давайте расположим новый слой, который называется linearLayout, и внутри него все элементы будут находиться друг под дружкой. Здесь width мы укажем как matchParent, height мы укажем как wrapContent, и дополнительно укажем еще пару свойств. Это такое свойство, как android, layoutMergin, укажем, например, 20dp, чтобы у нас просто были отступы ото всех боков, то есть сверху, снизу и по бокам. И дополнительно давайте с вами еще укажем androidOrientation. Orientation у него будет как horizontal, то есть, нет, даже не horizontal лучше, а vertical. Вот, то есть элементы, чтобы располагались у нас друг под другом, один, второй, третий, ну и так дальше. Внутри этого слоя мы расположим несколько текстовых полей для получения информации от пользователя. Соответственно, мы будем использовать не просто стандартные текстовые поля, а мы будем использовать текстовые поля, которые у нас идут от библиотеки MaterialEditText. Мы с вами эту библиотеку подключали еще в первых уроках, и, соответственно, сейчас ее как раз будем с вами использовать. Первое, что здесь необходимо нам прописать, это ширина и высота. Ширина у нас, пускай, будет как match parent, высота у нас будет, пускай, как wrap content. Далее нам необходимо прописать с вами ID. Соответственно, ID, ID, и название здесь будет как email field. Вот, пускай, такое будет у него ID. Далее давайте мы пропишем с вами hint. Это небольшая подсказка, которая отображается на поле для ввода текста. То есть она исчезнет, как только мы начнем вводить сам текст. И здесь у нас просто, пускай, будет прописано email, поскольку это действительно поле для ввода email. Далее мы пропишем с вами AndroidInputType. Здесь мы указываем тип текстового поля. То есть тип текстового поля может быть разным. Это может быть просто текст. Это может быть текст пароля. Тогда у нас все вводимые символы в это текстовое поле, они будут как кружочки у нас отображаться. В нашем случае нам необходимо, чтобы это поле было как текст email address. Ну, соответственно, такой тип поля мы здесь и устанавливаем. Вот. Дальше AndroidText мы указываем как просто пустое значение. То есть изначально у нас в этом текстовом поле никакой информации введено не будет. Поэтому мы его просто оставляем пустым. Далее AndroidTextColor мы устанавливаем как пускай будет color и установим какой-то color primary, например. То есть цвет по умолчанию, по сути, установим. Также давайте здесь еще добавим AndroidTextColorHint. Это цвет подсказки. Ну, то есть по сути цвет вот этого текста, который у нас будет внутри поля отображаться. И он у нас пускай будет как color, ну, в принципе, color primary dark. Вот пускай такой у него будет цвет. Также нам необходимо указать размер шрифта. Для этого мы используем TextSize. И здесь пускай будет 20SP. И последнее, наверное, даже... Да, наверное, пока даже все. Больше ничего указывать здесь не будем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такое текстовое поле у нас сейчас получилось. Уже выглядит довольно неплохо. Но единственное, необходимо давать еще кое-какие стили. Сейчас мы с вами работали лишь стилями, которые идут от библиотеки Android. Но также мы можем работать со стилями, которые идут от библиотеки App. Вот, по сути, здесь мы ее с вами подключали. Я оставлю ссылку в описании на документацию, где приведены все дополнительные стили, которые можно использовать при помощи App. То есть, вот как видите, App, Matte, Error, Color и так далее. Некоторые из них я сейчас поиспользую. Ну, и дополнительно те, которые вам понравятся, вы можете отсюда взять, скопировать и добавить к своему проекту. Итак, как с ними работать? Во-первых, давайте мы с вами добавим такую вещь, которая позволит нам работать с подписью в самом текстовом поле. Вот у нас есть определенная подпись. Вот она, Floating Label. И мы можем указать, как эта подпись будет отображаться после того, как мы нажмем на текстовое поле. Данная подпись может просто съехать вверх. Данная подпись может подсвечиваться. И данная подпись может поменять свой текст на что-либо другое. Я хочу, чтобы данная подпись подсвечивалась. А, соответственно, я просто скопирую вот эту вот App, Matte, Floating, Label и укажу как Highlight. Соответственно, копируем и вставляем. Вот у меня это свойство уже будет добавлено. Дальше дополнительно. Я хочу поработать с цветами. Соответственно, я давайте скопирую все вот эти вот три цвета. Просто их здесь повставляю. Единственное, мне Error Color я его удалю, потому что это цвет ошибки. Вот. В моем случае, я думаю, пока это не надо, хотя... Ну ладно, пока давайте не будем его добавлять. Это просто цвет ошибки, когда вы что-то вводите неверно. Вот. У меня будет просто Primary Color. Это цвет по умолчанию. А также основной просто цвет для всего текста. Вот эти две вещи мы как раз с вами и добавим. И дополнительно я еще хочу добавить Single Line Ellipses. Это, по сути, вещь, которая позволяет нам прокручивать текст внутри. Ну то есть, например, вот у нас какой-то есть длинный текст. Мы нажимаем на само поле и у нас курсор может установиться там в начало, например, данного поля. Это довольно-таки удобно. И на примере потом я уже покажу вам, когда мы запустим это все на устройстве. Сейчас я давайте просто это добавлю. App Matte Single Line Ellipses равно True. Также дополнительно вы можете указать свои собственные стили. Вот, например, вы можете указать минимальное и максимальное количество символов, которые должны быть введены в само поле. То есть, например, минимально 5 символов, максимально 10 символов. Ну или минимально 0 символов, максимально 100 символов. Вот. И вы эти также свойства можете добавить. Они потом у вас будут отображаться вот так вот, ну как бы под полем, чуточку ниже, вот здесь будут отображаться. Ну и есть другие всякие свойства. Они здесь хорошо описаны, к каждому есть определенная картинка, поэтому, если что, вы можете их здесь еще почитать, ссылка в описании к этому видео. Ну что ж, а на этом, в принципе, мы закончили работу с нашим первым текстовым полем. Давайте мы его теперь несколько раз скопируем, потому что у нас должно быть поле для ввода имейла, поле для ввода пароля, поле для ввода имени и поле для ввода телефона. Соответственно, вот эти все поля я здесь и подписывал. Второе наше поле, оно должно называться как, пускай, PassField. Здесь, соответственно, подсказка это будет не пасворд, извиняюсь, пароль пускай будет написано. В принципе, все остальные настройки также давайте оставим, еще больше меня здесь не будем. Третье наше поле, это уже не email, это у нас будет, так я случайно слишком много удалил, не email, это пускай у нас будет NameField. Соответственно, здесь эта подсказка будет, введите имя. И, кстати, да, я забыл то, что помимо вот этих двух значений, которые мы здесь меняем, также еще стоит менять input type. Соответственно, для имени это будет просто текстовое поле, просто текст. А для пароля, вот это я забыл поменять, это у нас будет текст в пасворд. Ну, соответственно, вот такой тип для поля. И последнее поле, которое необходимо поменять, это поле, которое будет называться PhoneField. Оно будет служить для ввода телефона. Соответственно, здесь давайте мы напишем телефон. Вот. И пользователь сможет ввести телефон. Тип поля пускай будет как Phone. Теперь у нас есть несколько полей, это email, пароль, введите имя, а также телефон. И вот именно это окошко будет всплывать, когда мы будем нажимать на кнопку регистрации. И закончим мы это окошко, непосредственно добавив кнопки уже в следующем уроке. В следующем уроке мы и сделаем регистрацию пользователя в базе данных. То есть он будет вводить все данные, мы их будем получать, будем их проверять эти данные. Ну и, соответственно, регистрировать пользователя в случае, если он ввел все данные корректно. Например, если он вводит email некорректно, то и регистрировать мы его не будем. Но это уже будет в следующем уроке. На этом у меня все, так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и переходите на сайт itproger.com. Все ссылки в описании к этому видео. До скорых встреч, пока!